Приветствую вас на австрийском канале Harmony in Austria. Сейчас мы с вами находимся не в Австрии, а в Германии. Поехали! У нас есть с вами 20 минут, чтобы прогуляться. Почему 20 минут? Потому что через 20 минут у меня заканчивается парковка. Смотрите, какие классные росписи на этих домах. Особенно налево мне очень нравится. Такая рабочая атмосфера, рабочий крестьянин. Сегодня очень красивая пасмурная погода. Реально странное сочетание пасмурной и красивой погоды, потому что Батрайхенхаль окружен горами, и сейчас на горами нависает туман. И, на самом деле, если чуть-чуть отъехать от города, то там потрясающие виды. Туманные горы. Красиво, красиво. Фонтанчики, настоящая летняя атмосфера в Батрайхенхале. Зачем я сюда приехала? Сейчас буду вам рассказывать. Есть один очень классный магазин напротив этой ратуши. Вот там вот. Альта Салина. Какое-то заведение по добыванию соли, но сейчас оно действует как музей, и сейчас там ничего не добывают. Так вот, там располагается музей, и рядом есть магазин, где можно купить краски, всё для рисования и также рамки для картин. Дело в том, что мой друг, у которого я раньше жила, рисует, и он в этом очень хорошо разбирается. А у меня есть одна картина, которая лежит в свёрнутом виде, без рамки, и ждёт своего звёздного часа. И вот мне сказали, что через месяц звёздный час этой картины настанет. Заказала я себе рамку, очень простенькую, простая белая рамка, и где-то, наверное, полмиллиметра просто золотое покрытие. То есть белая с золотом рамка. Размер картины 51 на 41. У неё ещё будет подложка. Ребят, как вы думаете, сколько это стоит? Реально, обыкновенная белая рамка. На картину 50 на 40. Ну, немножко с позолотой, конечно, да. Да. 80 евро. Ну, в Австрии он мне сказал, что ещё дороже. Прикольные сердечки. Такой магазин умелые ручки. Сердечки, веночки. Смотрите, вот этот веночек с сердечком 12,50. Прикольно. Ой, сколько там всяких прибамбасов. Зайчики. Идём с вами по улице разбитых фонарей. В Германии, конечно, такое сплошь и рядом. Как завернёшь за угол. В центре имеется ввиду. Хоть встой, хоть встой. Ребята, покрасилась сегодня. Как вам? Да, вы меня спрашивали. Как? И не жалко было отрезать свои волосы? Да нет. Ну, в принципе, они у меня и так длинные, видите? Так длинные. Но летом я подстригать их не буду. Потому что летом, мне кажется, это очень красиво, сексуально. Когда длинные, распущенные волосы. И летом также невыгодно стричь волосы. Потому что их можно собрать хвостик. Или заплести косичку. Какой-нибудь тут бублик намотать. Поэтому летом я не стригу волосы. Зачем я их стригу? Ну, конечно, мне нравятся длинные волосы, ребят. Но зимой это неудобно. Постоянно вот эта шапка. Постоянно воротник. И все это путается. Волосы путаются. Бат Рай Хин Хань. Я здесь уже была как-то. Ничего такой городок. Много больных очень. Ну, атмосфера, конечно, не очень. Потому что много больных. Ой, так красиво вот. В домах, к сожалению, не видно. Как вот эти тучи, образовавшиеся от тумана, прям нависают над городом. Очень красиво. Какая-то башенка. Тоже симпатичный домик. В общем, тут встречаются симпатичные домишки. Много очень много фонтанов. Потому что здесь много воды. Соответственно, поэтому и фонтанов много. Красиво. Красиво. В основном Бат Рай Хин Хань состоит из пешеходных улиц. Ну, центр я имею ввиду. Пешеходных и улиц, где вы можете оставить свои деньги. Очень много здесь магазинов. Золото, серебро, всякие. Ну, тут, в общем, очень большой выбор всего. Какие-то медали и прочее. Ой, какое прикольное дерево. Я сейчас покажу, ребят, смотрите. Классно, с шариками. Вот, около церкви продаются церковные товары. Знаете, ребят, очень-очень это шоппинг-город. Бат Рай Хин Хань. Прям вот шоппинг-шоппинг. Смотрите, сколько товаров продается. Ну, и там, соответственно, внутри тоже. Ну, всякие иконки там и так далее. Почему здесь много магазинов? Потому что сюда приезжают богатые, больные люди, которым, ну, понятное дело, уже недолго осталось. И, конечно, они сплавляются здесь свои деньги. Ну, я их понимаю, какие еще радости в жизни остаются, если ты болен. Вот, понежиться в термах, полежать в лечебной водичке и потратить деньги. Вот, смотрите, какое смешное лицо. Сейчас я поближе подойду, посмотрю. Сама что-то такое, как интересно. Ой, что это производство кукол. Вот эти ребят, всякие куклы. Такое лицо смешно. Прикольно. Всякие куколки здесь делают. Цен нету, поэтому даже не могу рассказать, по чем они все. Вот дом, например, позади меня, 1434 года строения. Вот, приблизительно в это время и строился Бат Райхенхай. Проехала я достаточно спокойно, как всегда, через свою любимую границу, которую никто не контролирует. Вот, посмотрите, еще какие открыточки. Тут много очень. Вот, да, вот такой всего необычный. Смотрите, какие. Прикольно, да? Ой, такой сладкий. Сладкий. Ой, какие сладкие. Сладкие ши. Здесь очень много разнообразных продуктов вообще. Ну, если, в общем, вы живете в Австрии, хотите купить что-то необычное, что-то необычное, я вам рекомендую ехать в Бат Райхенхай. Тут просто вообще, тут выбор. Просто нереальный. Нереальный выбор. Так, вернулась я опять на площадь. Ребят, не буду, наверное, записывать очень длинное видео. Так, чисто ознакомительное немножко. Скоро я поеду к своей подружке в Фуральберг. Это земля такая в Австрии. Фуральберг. На границе с Швейцарией, где Боденское озеро. И впереди вас ждут видео с Боденского озера. Планируем мы в Германию заехать, потому что вроде бы как в Линдау самая красивая часть этого Боденского озера. Ну, посмотрим. Может, еще на Констанце останется время. В нашем австрийском Бреденце, к сожалению, снимать нечего, смотреть нечего и купаться негде. В общем, как-то стрёмно. Австрия обладает таким знаменитым красивым озером, да, частью озера. Но совершенно никак это не используют в туристических целях. Потому что виды там наискучнейшие. Единственное, что в Бреденсе проводятся музыкальные фестивали. Они там строят сцену на озере. Вот это интересно. Ну, если вы не поклонник этих музыкальных мероприятий, то, в общем-то, там делать вообще нечего. Ну, а потом, может быть, заедем и в соседние страны города, которые там находятся по соседству. По соседству там находятся Лихтенштейн и Швейцары. Ну, Германии, как бы, уже не интересны. Один кораблик приближается, другой паркуется. Одна уточка спит, другая чистится. Господи, как хорошо. Дождик небольшой моросит. Мальчик там запускает лодочку. А вот плывет настоящая лодочка. Ух ты какая. Ой, какой дождинок начался. Ребята, какой дождинок классный. Ааа, быстрее хватаем свой баварский зонтик. Так. Ой, тоже на парковку поехал. Упс. Вот так-то лучше. Так-то лучше. Уточки, а вам все нипочем, да? Ух, волны начались какие. Как на Балтийском море. Ой-ой-ой. Уточки, текаем. Ребята, смотрите, какой красивый цвет воды. Убалдеть, он кораблик отплывает. Класс. Просто класс. Блин. Ребята, я так люблю наше слово блин. Им можно выразить столько много эмоций. Блин. Как красиво. 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 Вот такое вот оно баварское лето. Вот, ребят, чем здесь можно заняться. Само местечко называется Шонау Амкёникзе. Можно подняться на подъемнике на высоту 1874 метра. И оттуда уже путешествовать по вершинам гор. Либо можно поехать на кораблике до церквушки Святого Варфоломея. И выйти и прогуляться до айс-капелли. Либо просто сделать кружочек на кораблике. Ну, просто на кораблике плавать, мне кажется, неинтересно. Тем более, что можно выйти здесь на любой станции прогуляться. Да. Ну, такая развлекуха. Судя по вот этой ленте, очереди здесь приличные. Ну, сейчас уже вечер, идёт дождь, поэтому никого нет. Всё, дорогие мои. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео. Пока.